Всем привет! С вами Сергей, проект По. Сегодня я хочу рассказать вам о необычной книге в мире Вархаммер. Называется она «Гибельный клинок», автор Гай Хейли. Почему необычная? Дело в том, что она мне врезалась в память из-за того, что я вообще не ожидал, что читая книги по вселенной Вархаммер, я уже догадывался, я уже со многими столкнулся, что там бывает разножанровая литература, вот теперь я столкнулся с книгой, которая, казалось бы, она не должна быть в этой вселенной, то есть это книга про экипаж танка «Гибельный клинок», вот он, танк этот изображен, и здесь реально будет танковое сражение, здесь реально будет экипаж, тут будет и наводчик, здесь будет и командир, их переговоры, как они пытаются выжить, как машина там, в какие ей приходится попадать тяжелой ситуации, как экипаж будет выкручиваться, как им надо будет глобально в атаку идти несколько танков, как там спасать более крупные танки, все, что казалось бы для меня, я далек от темы танковой, далек от темы войны, но вот эту книгу как-то, она мне так зашла, я с воодушевлением почитал, во-первых, был шок действительно, что это прям боевые будни танкистов в этой книге, во-вторых, что я не ожидал, что вот во вселенную Вархаммера так гармонично оно все вольется, потому что по сути что, здесь экипаж танка, танк, которого сейчас не существует, но который вот в Вархаммер мире, он есть, и он часто про него говорят, вот когда там в атаку идут и прочее, вот, и есть орки, естественно, против которых там надо будет противостоять, вот есть противник, и вот они будут сходиться в бою, как говорится, тупая сила, которая массы валит, и экипаж, который будет стратежить, будет состыковываться с остальными, здесь тоже будет немного политики, как им надо действовать, например, чем рисковать, как возвращаться, здесь будут и страх и ужас, когда люди будут покидать, например, экипажи танка, бежать, потому что Нуня не знает, как остановить эту противостоящую им силу, здесь будет и интересное именно отношение к технике, да, амнисия, да, верят в бога машину, механикусы, вот как здесь тоже они будут благословлять машины, как они будут относиться к машинам, как к живым существам, это все так как-то гармонично вписалось в описание романа, в описание танка, в экипаж, экипаж, у которого тоже свои тайны там, и даже того же главного героя, у него тоже должен будет груз нести своей ответственности за прошлое, почему он в этом танке, например, оказался, какая у него была судьба, за всем этим было интересно следить, вот действительно, роман не очень большого объема, но как-то проглатывается очень быстро, здесь не было желания, знаете, проскочить определенные драки, например, когда бывает, ты читаешь книгу по Авахе, то бывает, ну там вот драка на 50 страниц, вот они стреляют, и ты не совсем даже понимаешь, где, как, что, какие события происходят, кто там кого атакует, и кто там кого превозмогает, здесь этого нет, здесь как-то все дозировано и очень так, знаете, с хорошим эффектом, то есть ты прям живо представлял, как эти танки маневрируют, как они пытаются выжить, как тут, какие переговоры происходят внутри танка, как они там погибают частично состав, как их там перекидывают, как вообще человеческая жизнь ничего не стоит, и как вот много эмоций вызывало, вот действительно, что-то я даже представлял, вспоминал вот те фильмы о войне, которые я смотрел танки, я не играл в танки онлайн, например, да, то есть для меня все это, все, что там техника, из чего она там стоит, для меня все новое, я от этого очень далек, но как-то здесь все довольно толковым языком описывалось, мне события зашли, да, нет каких-то глобального там такого сюжета, здесь, по сути, будет противостояние против определенной машины, но вот весь бэкграунд, вся вот эта история, там экипажа, их отношения, как вообще танки создаются, как вот, зачем жрецы там существуют, как они общаются с машинами, какие взаимоотношения у людей с машиной становятся, вот это все как-то так живо и меня цепануло, мне действительно роман понравился, вот, потому что, прочитав уже много книг по Авахе, ты уже, проходит время, ты уже начинаешь подзабывать, ты помнишь какие-то ключевые моменты, а некоторые книги уже даже забываешь, в чем их специфика, вот эта книга, я думаю, она выделяется будет, потому что я не думаю, что будут еще какие-то книги, похожие по Авахе, вот именно про танк, про экипаж танка, вот, но вот этим она и крута, и опять же, крута вселенная Вархаммера, что здесь есть такие произведения, которые выбиваются из общей конвы, но в то же время действия происходят в одной вселенной, в то же время здесь есть пересекающиеся персонажи, здесь есть те же имперская гвардия, здесь есть те же примархи и прочее, прочее, все, что входит в состав Вархаммер 40 тысяч. В общем, читайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект По, пока!